Уважаемые коллеги, дорогие друзья, я прежде всего хотел бы сердечно поприветствовать всех, кто участвует в нашем пятом юбилейном конвенте РАМИ, поприветствовать как российских участников, которые съехали здесь с разных городов Федерации, естественно, наших московских коллег, и сердечно поприветствовать зарубежных наших коллег, с многими из которых мы связаны многолетним плодотворным сотрудничеством в самых разных направлениях, в направлении научных исследований и совместных образовательных проектов. И должен сказать, что некоторые из этих проектов сыграли и продолжают играть весьма большую роль не только для развития, собственно, нашего университета, но и для развития всей высшей школы. Например, в зале присутствуют представители СИАНСПО, Института политических наук Парижа, с которым впервые в России мы открыли совместную магистратуру, которая вот уже многие годы весьма и весьма успешно функционирует. В зале присутствует сегодня член наблюдательного совета, уникального проекта, который реализуется Европейским Союзом и Россией. Это Европейский учебный институт или Евроколледж, как мы называем его, используя терминологию, которая используется в Брюге. И вчера у нас прошло заседание наблюдательного совета. У нас уже два выпуска этого института. Численность поступающих туда растет. И должен сказать, что мы вполне ясно создаем, что готовим магистров из числа людей, работающих в наших министерствах, ведомствах, в бизнесе, то есть людей, уже имеющих высшее образование, имеющих практический опыт, а некоторые из них находятся и на руководящей работе в этих ведомствах, министерствах. Мы вносим в реальный вклад и взаимопонимание со странами Европейского Союза. И главное, даем понимание, навыки и знания того, как надо работать со странами Европейского Союза и с Европейским Союзом в целом. Поэтому еще раз хотел бы сердечно поблагодарить всех за то, что вы приняли наше приглашение. Тему, которую мы предложили на обсуждении на Пятом Конвенте, мы довольно долго обсуждали внутри нашего университета и внутри Российской Ассоциации. Нам показалось интересным посмотреть на прогностический аспект международных исследований. Причем призмы этого прогноза у нас развернуты из будущего в настоящее. Каждый волен сам избрать период, с высоты которого будет рассматривать сегодняшний день мировой политики. Я позволю себе сделать это из сегодняшнего дня. Ну а уверен, что многие будут поднимать планку уже в ходе и сегодняшних дискуссий, заседаний и семинаров, которые состоятся в течение этих двух дней. Я имею в виду временной планку. Как это не прискорно констатировать, но современный мир снова можно охарактеризовать как весьма неустойчивую систему со значительным объемом угроз, рисков, элементов нестабильности. Сопротивляемость нынешней системы международных отношений регулярно проверяется на прочность кризисами, при том кризисами военного и квази-военного характера. Достаточно вспомнить и Косово 1999 года, и террористическую атаку на США в 2001 году, и Иракскую кампанию, и снова Косово, но уже в 2007 году, и Афганистан. Афгустовский вооруженный конфликт за Кавказией по своим мерополитическим масштабам стоит в этом же ряду, хотя его генезис совершенно иной. Теперь уже ясно, что фокус нашего внимания не может быть сосредоточен исключительно на софт-секьюрити, как это казалось еще в середине 90-х годов. Благостного настоящего и будущего пока у нас явно не получается. Более того, в нынешней ситуации возрастает значимость многоаспектных, полномасштабных механизмов обеспечения стабильности и безопасности на региональном и субрегиональном уровнях. Императив такой системы, как минимум для европейского региона, был обозначен, как вы знаете, в известном тезисе президента Медведева. События последних месяцев только подчеркивают важность и насущность этой идеи. В равной степени задача обеспечения стабильности по-новому стоит перед многосторонними институтами общепланетарного характера. Тем более она усиливается на фоне мирового экономического кризиса, фоновых, но от этого не менее значимых проблем в продовольственной и энергетической сферах. Ясно, что механизмы, унаследованные из прошлого, имеют недостаточно высокий коэффициент полезного действия в нынешней ситуации. Это касается, к сожалению, всего спектра институтов от ООН, группы Всемирного банка, ДВТО и Большой Восьмерки. Кстати, последнее может еще больше усугубить свое положение как бездумным расширением, так и попытками найти внутри самое себя изгоя. Хотя думается, что этот этап мы уже прошли, этот этап уже прошли, и только в предвыборной горячке президентской кампании США что-то подобное по-прежнему время от времени звучит. Выход из тупика неэффективности может быть найден только на пути ухода от множественности стандартов и эксклюзивности подходов к тем или иным членам международного сообщества. Эта задача решается исключительно политической волей национальных лидеров. Ее недостаток, государственный эгоизм, ведет к размыванию международного правового порядка и как следствие стратегических ориентиров международного сообщества. Перманентная эмоциональность и нестабильность международной политической среды последних лет ведет к тому, что новые тенденции и новые акторы миропорядка остаются за пределами должного внимания экспертного и политического сообщества. Так фактически свелась в известной степени криторике борьба с международным терроризмом. На пути ее продолжения ставятся политические разногласия между великими державами, не менее удручающая обстоит и ситуация в деле нераспространения ядерного оружия и неспособности выработки новых параметров режима нераспространения, отделения режима мирного атома от военных ядерных технологий. Посмотрите, как под шумок споров о Грузии происходит фактически вновь нуклеаризация Северной Кореи, затрудняется взаимодействие по Ирану. В отличие от предыдущих финансовых кризисов, нынешний создает впечатление весьма неожиданного для мирового сообщества. Мы не слышим пока адекватных рецептов его преодоления. Это означает, что вне сферы политиков и экспертов оказались такие стратегические игроки современного мира, как мировой финансовый капитал и транснациональные корпорации. Наверное, впервые за много лет у мирового сообщества нет сколько бы не будет сконсолидированного подхода к сценариям дальнейшего развития регионов Южной Азии, Ближнего Востока. Очаги напряженности в этих регионах расползаются и превращаются в серые зоны, которые не замечают государственных границ. Яркий пример тому – афгано-пакистанская граница или иракское пограничье. Перспективы арабо-израильского диалога превращаются скорее в веер тупиковых решений. Я думаю, что в последнее время у всех у нас серьезные опасения и вызывает развитие ситуации в Пакистане. У меня, к сожалению, нет уверенности, что и у международного сообщества в целом, и у наиболее активных игроков, в том числе и у Соединенных Штатов, есть ясное понимание и возможные сценарии поведения в случае обострения ситуации в этой стране, которая реально обладает ядерным оружием, атомным оружием, и в которой сегодня существует не только нестабильность, но и вообще полная непредсказуемость внутриполитического развития событий после ухода президента Шарафа. Уже давно, как операционно непригодные в архив должны быть списаны популярные в свое время теории конца истории и столкновения цивилизации. Гораздо более насущным стал кризис идентичности национальных и культурных групп, возникающих в условиях глобализации. Где-то это ведет к тихому исчезновению этносов, а где-то к сепаратизму в попытках защитить свою самобытность и право на суверенную перспективу. Практически никто из грандов мировой и европейской политики не застрахован от этого процесса. У современной России в международных отношениях есть одно преимущество. Мы сильнее, чем были еще несколько лет назад, и если мы выжили и оказали влияние на мир тогда, даже в 90-е годы, то сейчас у нас, конечно же, есть достаточно высокий уровень влияния, уважения, заинтересованности к нам. Другое дело, что этот уровень влияния и заинтересованности должен, естественно, реализовываться в активной, прагматичной и вместе с тем очень инновационной внешней политике. Идентичность нашей страны не входит в принципиальные противоречия с основной частью государств цивилизованного мира. Это, в свою очередь, дает нам моральное право и возлагает обязанность на активное формулирование общемировых параметров, видение будущей системы международных отношений. Здесь я снова хотел бы сослаться на Медведева, президента России, и заметить, что если мы позволим миру развиваться так, как он развивается сегодня, то последствия будут непредсказуемы. Какими они могут быть и как их предотвратить, наверное, можно будет и обсудить в ходе работы нашего конвента. Всем плодотворной работы и удачи! Спасибо!